7 июля 2020 года. С праздником, мои дорогие! С Днём Святого Иоанна Претечи! Наша семья вся в коробках, в упаковках, в книжках, игрушках, которые нужно раздать или упаковать. Конечно, очень жаль, что я сейчас не могу почаще выходить в эфир, общаться с вами, но сегодня в честь праздника я отодвинула все домашние дела и решила поговорить с вами о Святом Иоанне Претечи. На самом деле, понять вообще вот этого удивительного пророка, самого великого из всех рождённых женщинами, как сказал о нём Господь, можно лучше, опять же, на Святой Земле. Святая Земля помогает проникнуть каким-то образом таинственным в личности этого человека. Знаете, через что? Через ту природу, в которой он жил, в которой он проповедовал. И, конечно же, через изучение образа жизни людей того времени Святая Земля как-то подталкивает. Я замечала много раз, что паломники после наших экскурсий с ними здесь писали мне потом в WhatsApp или в e-mail, что вот, мол, мы как-то до поездки на Святую Землю не очень интересовались глубоко изучением жизни, например, в период времена Христа. Ну, скажем, как жили священники, как жил простой народ, что означало богослужение в храме и так далее. Ну, читали обо всём этом, естественно, в Евангелии или даже кто-то, может быть, в Ветхом Завете. Ну, как-то что-то поискать ещё в интернете или посмотреть какие-то книги на эту тему. Ну, казалось, не таким важным, не таким интересным, может быть, да, за всеми делами. А вот, мол, после поездки на Святую Землю у нас появилось какое-то живое такое чувство, что нам захотелось больше узнать об этом всём, глубже ещё, да, нас вот говорят, что отталкиваясь как бы от моих рассказов, да, которые заразили их интересом вообще к этому периоду, да, вот первый век до нашей эры, первый век нашей эры, вот как люди, чем они жили. И вот, когда мы едем в Горницкий женский монастырь, обычно нам позволяет время побольше поговорить об Иоанне Предтече и, собственно говоря, о его рождении. И вот я хочу сегодня вам немножко рассказать. Конечно, я не могу показать вам Горницкий монастырь, как он сегодня. Я покажу вам кадры, которые мы снимали в разное время и для моего видеоблога, и для телеканала «Союз» в разных поездках с паломниками. Так что сегодняшняя картинка, скажем так, будет смонтирована из разных частей, потому что Горницкий монастырь сейчас, увы, закрыт. Кстати, или не кстати, но придётся сказать пару слов о ситуации с нашим коронавирусом. Дело в том, что в Израиле опять нагнетается обстановка, и очень-очень может быть, что скоро будут закрыты все храмы. Горницкий монастырь так пока и не открывался для прихожан, совсем-совсем, вот, да, как они закрылись на карантин во время первой волны, а так они и закрытыми остаются. А у нас уже с сегодняшнего дня объявлено не собираться более чем 20 человек на молитву. Не знаем, вот, что нас теперь ждёт, потому что, например, русской духовной миссии, ну, собственно говоря, куда мы ходим, да, в Троицкий собор? Ну, 20 человек – это, собственно говоря, вот духовенство. Да матушки наши, которые там поют или присматривают за храмом, да, собственно, вот сами мессийские, вот тебе и будет 20 человек. То есть, будут ли нас пускать молящихся пока, то есть, вот, совершенно это не понятно. Так, солнышко у нас пришло в кадр, я пересяду. Ну вот, мы с вами немножко убежали от Иерусалимского закатного солнышка, мягкого, приятного. И вот по поводу Горницкого монастыря, да, мы с вами говорили, что он сейчас закрыт, и, возможно, у нас будут закрывать и другие храмы уже больше. 20 человек запрещено собираться на молитву и мусульманам, и иудеям, всем, да, то есть, одинаково закрыты уже многие театры и всякие увеселительные заведения, потихоньку будут закрывать большие рестораны, ну, в общем, короче говоря, у нас вторая волна в полном разгаре, очень много людей болеет, правда, мало умирают, в общем-то, слава богу, болеют, как говорят, в какой-то более-менее легкой форме, но, тем не менее, у нас все вот так вот, вот так вот сужается, 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 очень может быть, что нас будут закрывать опять еще второй раз, то есть, будет полный карантин, закрытие всего, ну, посмотрим. В общем, я к чему это говорила? Я не потеряла нить, я помню, я говорила про Горницкий монастырь. Вот, так что мои кадры из Горнего будут не сегодняшние, разумеется, потому что Горницкий закрыт уже давно, а для посещений и для паломников, и для паломников нету, ну, для нас, для прихожан, да, а кадры я снимала в разное время. Итак, святой Иоанн Предтеча, родился он у священника Захарии и жены его Елисавет, которая тоже была из рода Ааронова. Все потомки Аарона по мужской линии становились священниками, и жен они себе брали, как правило, тоже из своих же, то есть из потомков Аарона. И вот Аарон, и вот как раз Захария, простите, имел жену тоже из того же рода Аарона, то есть её отец был тоже священником у Елисаветы. Захария и Елисавета жили в пригороде, примерно в где-то двух часах ходьбы от старого города, то есть от Иерусалима исторического. Мы с мужем когда-то эту прогулку проделывали, ходили пешком, это очень интересно, надо идти, конечно, не так, как сейчас расположена улица, по долине, и попадаешь вот к деревеньке Эйнкаром. Деревня Эйнкаром – это красивейшее совершенно место, потрясающее. Там живописные иудейские холмы, покрытые соснами, оливками, а в древности в долине растили виноград, собственно, оттуда и название Эйнкаром – источник винограда. И вот согласно древнему преданию, согласно паломнической традиции 5-6 века, Иоанн Претечи родился там, родился в деревне Эйнкаром. В то время это была деревня, сейчас это, естественно, уже район Иерусалима. Само место Рождества Иоанна Претечи ещё в VI веке было отмечено монастырём. Потом монастырь был разрушен персами в VII веке, и в настоящее время территория дома Захария и Лисаветы находится у католиков. Это прямо в самом сердце деревни Эйнкаром. Сейчас это район Иерусалима. С паломниками мы не всегда это место посещаем, потому что для русского сердца Эйнкаром, Рождества Иоанна Претечи – это, конечно, горнинский монастырь, но об этом чуть-чуть позже. Итак, монастырь Иоанн в горах, в который мы с вами идём вместе с нашей группой паломников. Снимали мы это в марте 2020 года, то есть прямо перед самым началом коронавирусной всей истории. Монастырь Иоанн в горах принадлежит францисканцам. Здесь знаменитые таблички с молитвой Захарии, то есть с тем пророчеством, которое произнёс Захарий после рождения Иоанна Претечи, и храм, который стоит прямо на раскопках, вернее, над раскопками византийского храма VI века. Здесь показывается пещера, где родился святой Иоанн Претечи. Вот тогда мы так вот замечательно прикладывались, поскольку наши паломники ещё и молились, читали Евангелие. За нами стояла уже группа другая, это были, по-моему, они были из Зимбабве или что-то такое, темнокожие какие-то паломники тоже, христиане, разумеется. И вот католический монах пришёл спросить, долго ли мы ещё, а я подумала, что он нас торопит, поскольку он не очень-то говорил по-английски, а я по-итальянски не говорю. Я начала торопить наших, он мне сказал что-то, что-то, не надо торопить, я просто предупредить вас, что сзади есть ещё группа, а вы, конечно, молитесь. Наши батюшки в результате с ним расцеловались, обнялись и даже вместе сфотографировались. Так что вот такая была у нас трогательная, очень межконфессиональная, незапланированная, никем не срежиссированная встреча дружественная. Ну, а, конечно, главное – это Гурнинский монастырь, главное место, где сердце русского паломника бьётся чаще, и молитва к святому Иоанну Претече летит, как на крыльях. Монастырь дивной красоты. Отсюда открывается, кстати, великолепный вид на Энкаром. И построен монастырь этот был отцом Иоанн Антонином Капустиным в конце XIX века. Здесь есть два храма – собор всех святых в земле российской просиявших, и исторический Казанский собор. И вот здесь особо молимся мы Иоанну Претече. И это не подмена одного святого места другим, хотя это и не место Рождества Иоанна Претече. Да, это действительно так, и все об этом знают. Но это территория сада, поместья. То есть именно здесь Матерь Божия три месяца жила в гостях у Элисаветы. И это вовсе не подмена одного святого места другим, потому что территория Горненского монастыря – это поместье, сад Захарии Иоанна Претече. То есть действительно здесь Матерь Божия, согласно нашему преданию православному, три месяца гостила у Елисаветы до момента рождения Иоанна Претеча. Сейчас само рождение его произошло уже, конечно же, внизу, вот там, где монастырь сейчас стоит у католиков, Иоанн в горах, где был дом Захарии и Элисаветы. Интересно сказать, что Захария получает весть о Рождестве святого Иоанна Претечи в момент кождения в храме. Кождение в храме – это было послушание, с одной стороны, очень желанное, и, наверное, завидовали другие священники тому, кому выпадал жребий с утра, кодить у святая святых, а с другой стороны, это было очень страшное послушание, потому что нужно было совсем близко подходить к месту присутствия Божия, то есть к завесе, которая отделяла внутреннюю часть храма, святая святых, от притвора. И вот Захария подходит, цыплет ладан из ладоней на алтарь кодильный, на небольшой жертвенник, на котором постоянно лежал горящий уголь, и вот Захария сыплет туда ладан, и вдруг в клубах дыма является ему ангел. Конечно, страх охватил Захарию, оно и понятно, что ангел возвестит ему. Может быть, есть какой-то страшный грех на Захарии, за который он не приносил жертвы, и не раскаялся, и ангел сейчас смерть ему возвестит. Может быть, какое-то бедствие грядет на Израиль, может быть, еще что-то. И ангел говорит, не бойся, и возвещает ему о рождении сына. И вот Захария выходит к людям из храма, и, как вы помните, за то, что не поверил он ангелу, усомнился, что, возможно, им селесоветой стать родителями, они уже были пожилыми, детей у них никогда не было, он был наказан немотой. И вот он выходит, а говорить он с народом не может. То есть обычное благословение сказать народу не может. Конечно, весть об этом разнеслась, можно сказать, по всему Иерусалиму, по всем окрестностям, и, естественно, это обсуждали, что же видел там священник, что за видение ему было. Но вскоре другая новость изменила первую. Оказалось, что жена его, Елисавета, которая даже прозвище имела неплодное, беременна. Предтеча родился, получается, в одном из красивейших предместей Иерусалима. Сын священника, прекрасная будущность перед ним, он должен, как и его отец, служить в Иерусалимском храме, служить Богу, ну что может быть выше, прекраснее. Священник был человек, естественно, уважаемый. И вот совершенно другое Господь уготовил ему. Из прекрасного Инкарма бегут они с Елисаветой в горы. Он был совсем младенчиком еще, да, когда родился наш спаситель. Ирод приказал, помните же, избить всех деток от двух лет и ниже. И Елисавета, схватив младенчика, бежала с ним в горы. Это холмы, которые находятся рядом совсем с Инкармом. И там до сих пор у нас показывается пещера, в которой Иоанн Предтеча, младенчик, да, жил со своей мамой Елисаветой, где они прятались от солдат Ирода. И когда Елисавета умерла, он уходит в пустыню. Иудейская пустыня, прямо скажем, это не курортные и не такие благодатные, прекрасные места, как Инкарм. Иудейская пустыня – это жара, летом до 45 градусов. Это страшный ветер, порой горячий, как из духовки. Как один священник, мы вышли в Иерихоне, как раз вот в Иорданской долине, где Иоанн Предтеча проповедовал впоследствии. Мы вышли к реке Иордан, за бортом было 45 градусов, согласно термометру, и был страшный, сильный горячий ветер из пустыни. Мы вышли, и я говорю, ну вот, говорю, как в духовку вошли. А рядом со мной батюшка спрыгивает с подножки автобуса и говорит, да, духовка с конвектором. Ну вот, точно так выглядит наша пустыня. И вот представьте себе, Иоанн Предтеча, именно там проводит, в общем-то, основную часть своей жизни, согласно преданию, когда Элисавета умерла, ему было, ну, возможно, где-то 10-12 лет, да, то есть он ещё был мальчиком, и уходит он в пустыню, скорее всего, в общину Иесеев. Это ещё до конца даже не изученная, в общем-то, область. Мы знаем об этой общении на основании знаменитых кумранских свитков. Муха прицепилась, прошу прощения. На основании знаменитых кумранских свитков, которые были найдены на берегу Мёртвого моря в 1947 году. Мы узнали из этих свитков о том, что существовала во времена Господа Христа удивительная община. Священники, которые не поддерживали партию саддукеев, то есть которые не поддерживали коммерциализацию храма, торговлю в храме, да, которые хотели служить вот именно Богу Живому в Духе и Истине, уходят из Иерусалима. Они основывают нечто вроде монастыря. Это по уставу был самый настоящий монастырь, хотя было это примерно за 100-150 лет до Рождества Христова ещё. В этой общине они заменяют жертвоприношение животных, которое было принято в иудейском храме, заменяют его трапезой любви. У них очень строгий устав за нарушение устава, то есть за какое бы то ни было серьёзное преступление, проступок, человек отлучался от трапезы любви достаточно на продолжительное время. Таким образом, был обречён на голод и на очень серьёзное такое вот аскетическое покаяние. Они переписывают священное писание, в том числе полностью переписана была именно книга пророка Исаии. И вообще, судя по гимнам, молитвам вот этой общины кумранской, они особо ожидали пришествия Мессии, и многое там перекликается с проповедью Иоанна Претечи. И, конечно же, они трудятся, у них были земли, там в Иорданской долине очень-очень плодородная почва, несмотря на видимость такую засушливую, там плодородная почва и очень много источников. Почва обогащена солями и минералами Мёртвого моря, поэтому там растёт всё, то есть буквально палку в откне она будет расти, там огромные плантации финиковых пальм, естественно, и издревле были бальзамических растений. Они же выращивали, конечно же, овощи, фрукты и так далее. И вот многие считают, что Иоанн Претеча растился в этой общине. Что здесь интересно, Иоанн Претеча, сын священника Захарии, почему в Евангелии написано, и был младенец в пустынях до дни явления своего Израиля, почему он не служит в храме ветхозаветном, как ему было бы положено. Вот здесь совпадает с нашим христианским преданием древним, о том, что отец Иоанна Претеча Захария был убит воинами Ирода прямо в храме. Когда Ирод издал приказ избивать младенчиков, воины ворвались в храм и спрашивали Захарию, где твой новорожденный сын. Он отказался его выдать и был убит. Ирод особо боялся конкурентов, претендентов, скажем так, на свой царский трон со стороны священников. Он их очень боялся, потому что они были очень влиятельными, они действительно большое уважение, любовь имели в народе. Вот, например, у него был племянник Арестовул, которого народ так любил за его красоту и за его духовность, сделали его первосвященником в один год. И Ирод понял, что это может быть следующий царь, что просто сейчас народ какой-то заговор устроит или поднимут бунт, убьют Ирода, и будет Арестовул царем, настолько его любили. И он тут же приказывает его убить, его утопили в бассейне. Так что поэтому не случайно так предание говорит христианское, это скорее всего, да, это действительно так и было, что особо допрашивали воины Захарию. Где твой новорожденный сын? Не он ли новый царь иудейский, народившийся? Захарий отказался сказать, и его убили. Соответственно, его семья попадает под гонение уже от царя. Поэтому Елисавета прячет младенца в горах, поэтому Иоанн Предтеча не возвращается после смерти матери в Иерусалим, а уходит вот к этим истинным священникам, Бога Живаго. Скорее всего, его отец Захария, уж даже не скорее всего, а точно не поддерживал партию Саддукеев. Это уж как бы очевидно, да, что он был праведным священником. И поэтому Иоанн Предтеча туда и уходит, как бы к своим, к тем, которые были истинными праведными служителями Господа. И вот там его детство и проходит. Так считают ученые, это не церковная традиция, но это очень возможный вариант развития событий, так скажем. Это не исключает того, что Иоанн Предтеча впоследствии жил и как аскет-подвижник в какой-то из пещер, либо в Иудейской пустыне, либо где-то в Орданской долине. Там тоже есть пещеры и неровности, где жили подвижники в древности. Так что очень может быть, что в какой-то период он выходит для особо аскетического подвига. И вот что мы можем сказать о характере Иоанна Предтеча? Когда мы слышим его проповедь, он говорит очень неудобные слова. Он такой же резкий, неудобный, суровый и вместе с тем меняющий жизнь, как климат Иудейской пустыни. Понимаете, жара в Иудейской пустыне не расслабляет человека, как жара у Средиземного моря, на курорте. От этой жары хочется полениться, поспать, поваляться. Я замечала и по себе, и по паломникам, что каким-то образом жара в Иудейской пустыне, Орданской долине, поскольку она сухая, поскольку это очень высокие градусы уже, она опасная. У тебя есть ощущение, что можно и тепловой удар получить, и солнечный удар, и обезбоживание элементарно. Поэтому мы всё время много-много-много пьём там. Это собирает внутренние силы. Это, знаете, это как пост, когда ты не кушаешь нормально, и тебе хочется как-то собраться, помолиться, погрузиться в себя. Вот так же действует на человека. Это жара Иудейской пустыни и Орданской долины, соответственно. Я это замечала по себе. Если кто-то из паломников со мной не согласен, пишите комментарии. Но я вот так по себе это ощущала, что это как-то тебя собирает очень. И вот Иоанн Претеча в этой природе, в этой аскетической природе жил, проповедовал. И слова его были такими, что как бы нет времени. Нет времени на длинные разговоры. Вот в этой суровой природе, где человек стоит на грани жизни и смерти, из-за жары, из-за суши, я вот здесь вам говорю, примите решение, направо или налево решайте. Покайтесь, потому что подошло Царствие Небесное, сейчас придёт Христос. Не покайтесь, не примите его, не спасётесь. И вот этот момент какого-то решительного выбора, как нельзя лучше, подходит вот к этой природе. Поэтому Иоанн Претеча – это такой действительно пророк решительных действий, пророк последний, уже дальше ничего нет, дальше Христос приходит. Иоанн Претеча как звено, связывающее нас с Христом через свою проповедь покаяния. И действительно, это самый надёжный мостик, потому что если человек кается, он чувствует свою немощь, свою болезнь духовную, свою потребность во враче. Соответственно, Христос ему только свои объятия открывает и говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. А если человек не ощущает себя ни труждающимся, ни обремененным грехами, ни страдающим, то вроде как и молиться-то ему особо нечем. Очень хорошо помню, как мы в Иорданской долине снимали очередной выпуск передачи «Паломники онлайн» с телеканалом «Союз». Снимали мы эту серию параллельно с моей работой, с группой. И вот паломники уже садились в автобус, и мы бросились записывать стендап, рассказ о проповеди Аны Претечи в пустыне. Мы побежали за монастырь Герасима Орданского, туда, прямо в дикую природу, что называется, в Орданскую долину. Был очень-очень сильный ветер, и я как ни встану, микрофон задувает, ничего не помогает. Потом придумали, что я буду как бы держать платок рукой, и тогда вроде как буду прикрывать немножко микрофон, рукой создам, как ветровик такой дополнительный. И вот текста у меня не было. Ну, как обычно это и бывает. В общем-то, я чаще всего импровизирую то, что рассказываю. Ну, тут, конечно, хорошо было бы иметь текст, времени-то на запись не было. И вот от этого ветра, от этого жара, от этой пустыни родился такой кусочек. Предлагаю вам его послушать. Здесь, в этой знойной пустыне, впервые звучали слова «Покайтесь, приблизилось бы царствие небесное». И были они такими же неприятными, строгими, жесткими и в то же время очищающими, как и суровый, жаркий климат этой Иорданской долины. От всего сердца желаю вам обрести Господа на путях покаяния и не забывать обращаться за помощью в этом деле к нашему великому Предстателю пред Богом, Святому Крестителю Спасову Иоанну. Вот так интересно, видите, природа Святой Земли несколько нам приоткрывает характер, мужество этого подвижника. Ведь чтобы жить в таких условиях, нужно быть очень сильным человеком. То есть большая выносливость нужна была, сила духа, решимость, мужество, чтобы жить в таких условиях. И вот Иоанн Предтечи таким человеком был. Поэтому нам иногда он кажется суровым, грозным пророком. Вроде бы как к нему, кроме как с просьбой о покаянии, даже и не обратишься там по каким-то лишним вопросам. Это мы скорее к батюшке Серафиму Саровскому идём поплакаться или к Спиридону Тримефонскому, к Николаю Угоднику. А к Иоанну Предтечи у нас такое отношение, немножко пугаемся мы. Но если пугаемся от его образа, как бы, да, уж очень великий, уж очень святой, уж такой аскет, ну как к нему с какой-то чепухой, да, на самом же деле, конечно, это правильно. В основном мы действительно обращаемся к Иоанну Предтечи с просьбой дать нам покаяние, переосмысление своей жизни. Но, с другой стороны, не будем забывать, что, а что подвигло его к этой проповеди, что подвигло этого святого, по сути дела, жить Христом, ведь он жил Христом, он даже не называет себя человеком, он говорит, я только голос, глаз вопиющего. В пустыне вашего сердца, да, уготовайте путь Господу. Он действительно живёт служением Христу. Что подвигает его, если не любовь к людям? Конечно, любовь к людям, конечно, желание и Израилю, и нам, христианам с вами, новому Израилю, спасения. Поэтому, конечно, Иоанн Предтечи, желающий нам спасения, любящий нас, ну как уж он не поможет даже в наших простых нуждах, вот на закуску вам небольшой случай из жизни. Вы просили рассказывать, да, в комментариях. Дело было так, я была в крестном монастыре, там очень низкая дверь, это монастырь XII века, древний, и я головой треснулась, выходя из двери, я рано разогнулась, хотя прекрасно знала, что там низко, и шмякнулась вот прям вот этим местом со всего, значит, размаху об притолуко, об камень. И просто искра из глаз, то есть очень-очень больно было, а я с группой, при том, как всегда, с большой. Тут уж как бы женщины подскочили, ой, вам плохо? Я говорю, не-не-не, я в порядке, всё, я так взяла себя в руки, еду, рассказываю, мы после этого ехали на Илеон, Спасово-Изнесенский монастырь как раз, чувствую, что-то мне как-то нет, меня не тошнит, вроде бы так соображаю я, что сотрясения нет, но плохо-плохо, голова болит, как-то думать о чём-то трудное, как-то плохо делается, а работать ещё неделю, вторую, третью, ну как-то, понятно, и я на Илеоне, в Спасово-Изнесенском монастыре, там есть место обретения главы Иоанны Претечи, как раз сегодня там была служба, вот в этой часовне, где ямочка есть, в которой лежала глава святого Иоанны Претечи в земле, 200 лет потом была обретена иноком одним, инокентием, согласно церковному преданию. И вот я, приложившись туда, вдруг вспоминаю, что есть же у нас традиция, что от головной боли-то помогает Иоанна Претеча, и я, знаете, так вот просто со слезами, понимая, что я никто и ничто, чтобы он мне тут, понимаешь, голову лечил, есть у него и поважнее дела, и я просто взмолилась, помоги мне, потому что работать же надо. Вот, и отошла, приехала домой, поужинала, легла спать, на утро я встала, голова у меня вообще не болела, я даже не вспомнила и даже не могла найти место, где я ударилась-то, не болит ничего. То есть, вот, представляете, совершенно вот такое чудо. Так что я свидетель скорой помощи святого пророка нашего Иоанна Крестителя. Ну вот, мои дорогие, солнце уже совсем село, в саду уже полумрак, темно, пора мне с вами прощаться. Я очень надеюсь, что мы еще будем выходить в эфир, да даже не то, что надеюсь, в эфир с Божьей помощью будем выходить. Надеюсь, что будем выходить порегулярнее. Я очень-очень постараюсь, но это ведь связано еще с запуском нашего проекта, нашего клуба виртуальных путешествий «Топус». Почти-почти готово. Скоро будем уже праздновать открытие, но это отдельная тема. Я вас всех сердечно обнимаю. Желаю вам помощи Божьей, молитвенного заступничества, святого притечи Господня Иоанна. И до скорых-скорых встреч!